Айо, хулиганы, всем привет! Вы на канале Лебан! Сегодня я буду проверять все лайфхаки В игре Schoolboy Runway О которых вы писали в комментариях, ребят Так что... Ставьте лайк и напишите ещё какие-то приколы в комментариях И мы начинаем! Поехали! Первый лайфхак оказывается, что вы можете залезть на стол Вот это, вот в это я не мог поверить вообще никогда, ребят Что можно залезть на стол в этой игре Подождите, а че я не залазил? Сначала нужно залезть на стульчик, а потом на стоп. Подожди, а если так? Оп, оп. Подожди, а если так, дальше? О, ма, гад! Да ладно, я на столе стою. Подожди, а когда... О, вот оно, ребята, я наконец-то могу подробно прочитать, что здесь все это время было написано. Двоечник. Я двоечник, и я делаю то, что мне говорят, но только вдвое хуже. Ха-ха-ха. Грамота бездельник года. Блин, я лучший в этом деле. Так, а здесь что у нас? Грамота за участие худший ученик 2014 год. Ребята, офигеть, о таких грамотах можно только мечтать. Я грамотный человек. У меня, смотрите, три грамоты. А еще, да, сразу давайте проверим тогда такой момент. Кстати, если вот так вот, то нельзя залезть. Если родители зайдут в комнате, какая у них будет реакция, когда они увидят меня, что я стою на столе? Наверное, им это не понравится. Почему-то я уверен в этом. Но давайте еще в терминале сразу меню мод включим, потому что сегодня мы им будем пользоваться неоднократно. Все, стоим на столе, вызываем маму, например, да? Давайте, NPC, проверить игрока. Поехали, мама, проверяй. Так, пойду проверю, учит ли он уроки. Давай. Я жду тебя, мам. Я тут на столе стою. Привет, мам. Есть место! А я не... Ты что, блин? Так, окей, лайфкак номер два. Сразу, пока мы здесь, ребят, проверим такой моментик. Можно ли почистить будку у собаки? Поехали. Собака! Бобик, надеюсь, тебе пыль в глаз не попадет, нет? Все нормально? Да ты заеб... Окей. А находясь вот в этом наказании, могу ли я получить другое наказание сразу? Например, наказание мыть пол. Давайте, давайте. О, да, действительно. Теперь мы моем пол. Следующий момент. Есть такой прикол с вот этим шкафом. То есть мы вот так вот просто в него не можем влезть, да? Но если мы откроем вот так шкафчик, то мы туда залазим. Да? Или нет? Подожди. Да, все-таки залазим. Смотрите, и если... А я не могу встать, потому что здесь вот эта штука мне в голову упирается. Ладно. И прямо сейчас, если мы выдвинем вот этот шкафчик, вот так вот, и вызовем родителя. Давайте пусть в этот раз это будет папа. Папа! Папа! Приходи ко мне, папа! Проверить игрока. Да, то есть он к нам пойдет сейчас, и мы прямо перед его носом закроем вот эту дверцу. И, скорее всего, он нас не сможет найти. Или сможет. Эй, я не знаю. Сейчас узнаем. Давай, папа! Так, он пришел. Или... Ой-ой! А ты куда делся? А он меня даже не видит. А ну, стоять! Оп-оп! Закрываем. Смотрите, видите? Оп! Он меня не трогает, потому что он... Дам-дам! Видно, он тоже в школу прогуливал. А шпапался! То есть он среагировал на меня только... Давай бегом вокруг дома. Три круга. Побежал. Дай-то говорю. Он среагировал на меня только, когда я открыл перед его носом шкафчик. Ну ты и дам-дам. Кстати, следующий лайфхак. Вы написали, что... Сейчас смотришь! Беги! Вы сказали, что если я не буду его слушаться и просто буду стоять и не бегать вокруг дома, то рано или поздно он прыгнет нам на лицо. Да? То есть он разозлится и побежит на нас. Давайте проверим. Бежать, я сказал! А я не буду бежать, понял? Ты мне не отец. Ты просто 3D-моделька в этой игре. Ты не имеешь никакого авторитета надо мной. Понятно тебе, мистер Синие Штанишки? Я смотрю на тебя. Я смотрю на тебя. Бежать я не буду. Что ты мне сделаешь? Я не намерен больше терпеть это! Попался! Разве тебе не ясно было сказано? Офигеть! Я смог выбесить даже 3D отца. Что уж говорить про моего настоящего? Прости, пап, я люблю тебя. Слушайте, офигеть! А когда выйдет уже вот эта забава? Так, что уже поиграть в это или в ужас? Ужас будет связанный как раз таки с рыбаком. Блин. Создатели данной игры, мы очень все ждем обновления. Ставь лайк, если ты тоже. Кстати, пока я вот это все говорю, ребят, просто подпишитесь на мой телеграм-канал. Именно там вы узнаете все важные новости обо мне и не только. Подписывайтесь, а мы играем дальше. Окей, ребят, мы неплохо продвигаемся. Слушайте, уже проверили достаточно много интересных вещей и моментиков. Но это еще не все. Вы попросили меня вызвать маму на разборки с друзьями. Но при этом, чтобы друзья начали жестко танцевать. Давайте выбираем мамусью. Нажимаем, чтобы она пошла на разборки. Включаем моментик. Сейчас она будет выходить и идти на разборки. Все, смотрите, побежала красотка, побежала. Как вы знаете, ребята. У меня живут котята. Так, вот, друзья, давайте нажмем, чтобы, значит, Игорек танцевал брик-данс. Танцевал, все, начинаем. Все, Игорек начинает танцевать. И Вика начинает танцевать. Кроме вас тут никого нет. Поехали. Извините. Мы тут ничего не делали, блин. Офигеть. Батя может до сюда добежать? Вот в чем вопрос. У меня новый вопрос, ребята. Сможет ли папа, 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 добежать до друзей и поиграть с нами в мяч? Сейчас узнаем. Выбираем папа. И выбираем преследовать игрока. Все, я нажал. Ждем, когда папочка выбежит. А что он не преследует? Эй, баба. О, все, побежал, побежал. А я не буду стоять. Я буду бежать в сторону своих друзей. И ты побежишь за мной, чтобы мы проверили лайфхак. Ах, ты мелкий засранец, понял? Смотрите, как он бежит. Ай, блин. Отчего включилась эта тупорывая? Блин, там... Игровок до сих пор брейк танцует. Я вообще не хотел убегать. Да нет, подожди. Да зачем мне это? Заново, заново. Это не то, что я хотел увидеть. Кстати, блин, если сразу включить моды, то вы будете летать с книжкой. То есть вы будете учить уроки? Даже находясь со своими друзьями на улице. Видите, ребята? А мне говорят, что я лентяй. Нет, я гуляю с друзьями, но при этом учусь. Вика, вот скажи, вот ты знаешь, что такое перелилипипед? Чего, блин? Нет? Ты только знаешь, что такое OnlyFans? Окей. Ну, то, что ты знаешь, мы уже знаем. Ты знаешь только Brothers. Так, выключаю мод. Надеюсь, у меня Андрюшка не убежит. Включаю мод. Давай. Смотрите, да, действительно, он бежит за мной. И он бежит к моим друзьям. Ты что, дурачок? Иди сюда. Нет, пирожочек, ты куда? Подожди. А ну стоять! Давай, давай, до конца. Давай, давай. Смотрите, смотрите, он подбегает к моим друзьям. Давай, давай. Вот оно. Все, наконец-то. Теперь смотрите внимательно, ребята. Вика, начинай делать свои дела. Все, ребята. Мы наконец-то позвали батю на вечеринку. Поехали. Слушайте, ребят, ну неплохо мы зажгли, конечно. Но бате, походу, не понравилось. Вика, успокойся уже. Все равно тебе денег никто не даст. Так, ребята. Следующий момент связанный с рыбаком. Я все еще ни разу его не видел. То есть я к нему не подлетал. Давайте вот поближе подлетим. И разглядим. Вот, смотрите, он начинает уходить. Смотри, он начинает бежать. Так как он так быстро бегает? Я не понимаю, это старик, блин, кто он? Чемпион мира по бегу. Как ты так быстро бегаешь, козел вонючий? Короче, рыбака, к сожалению, невозможно догнать. К сожалению, он так заскриптован, что его нельзя догнать. По-моему, это отстой. По-моему, это отстой. Вы слышите? Кажется, за моей спиной кто-то есть. А! Да я гоню, ребят. Опа. Куда я попал? Ты попал, Андрюшка, в закулисье. Все дело в том, что кое-кто из вас, ребята, описал мне следующую тему. Чувак, а попробуй-ка найти выход из закулисья. Чем мы сейчас и займемся. Но что-то мне кажется. Почему-то я так догадываюсь, что закулисье заскриптовано таким образом, что единственный выход отсюда, это когда монстр прыгает вам на лицо. Но мы попробуем. Немножко походим, поблуждаем. А вдруг у нас получится. Подожди, где он? Где он? Он у меня за спиной. Я даже оборачиваться не собираюсь. Мистер монстр. Он меня догнал. Ладно. Попытка номер два. Блин, знаете, о чем я мечтаю больше всего в этой жизни? Озвучить какого-то персонажа в игре скулбой. Например, рыбака. Например, у меня бы мог быть такой голос. Я рыбак. И я ненавижу детей. И тебя, Андрюшка, я тоже ненавижу. Потому что ты не только ребенок, но еще и писаешься в штаны. Фу! Как вам такая реплика рыбака? Ставьте лайк. Не, мне кажется, меня никогда не позовут озвучивать рыбака. И не только. Чуть позже, в тот же вечер. Ну, хотя бы лысого другого, лысого друга. Не. А прикиньте, если у Андрюшки появится новый друг, но уже волосатый. Я бы мог его озвучить. Например. Йоу, бро, да ты не шаришь, чел. Иди нахрен, чел. Ты не выкупаешь, чел. Ну, типа он молодежный и такой, типа, а-ля стример из... Из Твича. Я стример из Твича. Сейчас, подождите, ребята. Пародия на стримера из Твича. Чел. Ты не выкупаешь, чел. Это рофл. Чел. Фу, кринж, чел. Нет, что-то у меня не получилось, ребята. Ставьте лайк, если получилось. Но что-то, мне кажется, что не очень. Один час спустя. Так, ну, как вы могли понять, шансов найти выход в закулисье примерно ноль. Потому что его нет. Я видел, видел, что пытались найти выход, да, через читы тоже. Но я почему-то не могу пользоваться читами непосредственно в закулисье. Но на компуктерной версии, короче, там показывается, что закулисье это бесконечный лабиринт. Просто генерируется бесконечно. Ну, возможно и конечно, но это там просто замкнутое пространство. О, смотрите, а там какой-то свет. А может мне туда? Вот здесь есть какая-то штука, какая-то непонятная. Какое-то электричество. Вон, смотрите, там какой-то свет. А что, если все это время я ошибался? Подождите, что это такое? Кажется, это выход. Еще там монстр идет. Подожди, вот это что такое? Это лампа? А где монстр? Он где-то идет. Походу, мне габела, ребята. Ну, по сути, Клот это и есть выход из-за кулисья. Ну, по факту, да. То есть, когда он прыгает вам на лицо, то вы как бы, ну, пропадаете обратно домой. То есть, соответственно, что? Правильно, мы нашли с вами выход. Нашел Клота, нашел и выход. Кстати, я уже говорил, что... Где ты там? Где он? А что ты орешь, Андрюшка? А в это лицо? Следующий лайфхак это прятки, ребята, да. Где можно спрятаться во дворе от родителей и тебя они точно не тронут. Так это вот в этом кусте. Вот, смотрите. Мы нажимаем no clip, проходим. И вот этот самый кустик. То есть, если за вами бегут родители, то вы всегда можете спрятаться в этом роскошном кусте. В который, скорее всего, писает не только эта собака, но и батя. Потому что, как мы знаем, он любит это делать. Вот есть Санина еще. Давайте сядем сюда и позовем, да, вот, например, отца, чтобы он искал игрока. Проверим, можно ли спрятаться в этом кусте или да. Преследовать игрока. Все, включаем мод и ждем. Я буду сидеть в этом кусте. И ты меня не найдешь, понял? Вот, смотрите. Сейчас он выйдет на улицу. И сразу побежит к нам. А, нет, смотрите. Вау, ты че, блин? Я уже немножко даже напрягся в районе очка. Офигеть, ну ты даешь. А вот так, если? Папа. Ага, видишь, что он меня увидел? Сейчас он, по сути, должен уже, да? Попал тебя! То есть, если вы сидите там, и он вас не видел, то все окей. То есть, он вас не тронет. Но если вы его сагрили, да? Если он вас увидел, то он вас тронет. Ну что, ребята, вот такие вот лайфхаки вы писали мне в комментариях. Так что, спасибо вам за активность и за то, что вдохновляете меня на новый контент. Пишите еще в комментариях, какие лайфхаки я не проверил. И если что, я сниму вторую часть данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok